Зал Карачао-Черкесской государственной филармонии в день съезда был запит до отказа. Еще до начала заседания члены президиума призвали собравшихся быть более сдержанными в своих высказываниях. Предвидев, каким бурным обсуждением, придет слушание доклада об итогах работы бывшего председателя общественного движения Абаза Сергея Пазова. Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня некоторые члены общественного движения потребовали провести не только выборы нового председателя, но и переизбрать членов совета, на что был дан категорический отказ, так как такие действия противоречат уставу общественного движения. У вас здесь есть устав, да? Прошу обратить внимание на такой пункт. 5-4-8. Все. Не надо ничего играть. Четко, ясно прописано в документе, которым мы руководствуемся. Поэтому любые возражения, любые инсинуации в адрес этого вопроса считаю неправомочным. После некоторых премий к трибуне вышел кандидат филологических наук профессор Сергей Пазов. Он отчитался перед абазинской общественностью о проделанной им в качестве председателя общественного движения Абаза и членами его совета работе за период с 18 сентября 2010 года. В своем докладе он отметил, что вся деятельность движения была направлена на реализацию задач по сохранению и развитию абазинского этноса. И для этого была проведена определенная работа. В частности, на уровне руководства республики, затем в Москве, был в очередной раз поднят вопрос о необходимости принятия федеральной программы по экономическому и социально-культурному развитию коренного малочисленного народа абазин. Создана группа по разработке окончательного варианта данной программы, куда вошли депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии, представители исполнительной власти, экономисты, юристы, общественные деятели. Стоило только затронуть эту тему, в адрес докладчика посыпались вопросы. Почему нет ни одной публикации, что существует такая программа? Вопросов таких почему много появляется? Стало быть, может где-то, да, ну где-то что-то есть. Но это что-то, но это не программа. Программа это то, что работает или должно работать. Прямо открыто, давайте скажем, они много сделали, но эта забота у нас не работает в области, в республике. Не работает. Это моё чётко откровение. Я по этому поводу даже статью писал в газете, и в газете была опубликована. Единственное, что спасибо надо сказать двум президентам, Семёнову и Батыеву, что нам дали район самостоятельный и драматический театр. Вот это и есть у нас. Это большое дело сделали. А туда вносили много предложений, а народное собрание говорит, это пункт убрать, это пункт убрать. Всё это вычислили, выхолостили. Там ничего такого жизненного для нашего народа в этом законе пока ничего не осталось. Абазины относятся к одним из малочисленных народов России. Но сегодня, по сути, этот факт ничего не меняет. Тогда, когда некоторые народы Сибири и Дальнего Востока, имеющие практически такую же численность, как и абазины, пользуются своими законными правами. Для них на федеральном уровне предусмотрены льготы. Они имеют право безвозмездно пользоваться землями в местах традиционного проживания, получать от государства помощь для реформирования всех форм воспитания и обучения подрастающего поколения. И так далее. Несмотря на то, что в современной России живет около 37-38 тысяч абазин, их культура просветала на протяжении столетий. И сегодня не менее важно сохранить традиции, обычаи, язык. И в этом немалая роль отводится представителям общественного движения. Безусловно, новому председателю Абаза нужно будет решить ряд сложных проблем. Программа кандидатов общей нитью проходила это сохранение и развитие культурного наследия, сохранение языка, решение вопросов социального положения и социального развития именно инфраструктуры в селах. Очень много вопросов у молодежи. Потому что молодежь растет, молодежь развивается. И она хочет влиять на политику, на культуру, на экономику в нашей республике. И в этом случае абазинская молодежь, она очень активная, но как-то мало представлена. Поэтому мы думаем, что с новым председателем мы будем работать, будем решать все вопросы по мере своих возможностей и помогать, естественно. Но кто бы ни пришел, мы надеемся, что это будет волевой человек, что он не будет отступать перед трудностями. И таковых очень много у нас. На заседании также было отмечено, что сегодня общественное движение «Абаза» находится в сложном финансовом положении. Поступивших средств едва хватило для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам и оплатить текущие расходы. Новому председателю общественного движения, наряду с другими вопросами, придется решать еще хозяйственные проблемы. После многочасовых дискуссий члены общественного движения перешли к голосованию. Большинством голосов новым председателем «Абаза» был избран Мухаддин Шенкао. В прошлые годы он дважды избирался депутатом Народного собрания Карачаева-Черкесии. Был заведующим одной из кафедр Карачаева-Черкесского технологического института. В прошлом году был избран на должность заместителя руководителя исполкома Карачаева-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия». Необходимо на первоначальной стадии продумать все вопросы, связанные с механизмом реализации всех тех основных наших целей. В том числе, начиная, как говорится, с организационных вопросов, в числе которых, я думаю, это и создание комиссии по основным направлениям нашей деятельности, и избрание председателей комиссии, которые будут нести персональную ответственность. Сегодня общественное движение «Абаза» переживает не лучшие времена. Новый председатель избран на трехлетний срок. Безусловно, это слишком мало для того, чтобы решить все накопившиеся проблемы. Мухадзин Шинкао надеется, что, заручившись поддержкой абазинской общественности, данный ему кредит доверия, он сумеет оправдать. Сегодня не время для того, чтобы преследовать личные интересы, придя на пост. Сегодня абазинскому народу нужен лидер, который болеет душой за общее дело и народ. Фатима Куршева, Михаак Аракелян. Итоги недели.